Смотрю в календарь, 14 августа на дворе, весь день обещает быть солнечным. Сегодня моей дочери исполняется 2 года и 2 месяца, да это же день воскресный, день чудесный. Друзья, я всех рад вас приветствовать на канале, и сегодня у нас уютный жизненный выпуск о недвижимости. Мы сегодня разберем детально одну интересную тему. Вот посмотрите, на канале мы снимаем сюжеты на разные темы, и я стараюсь делать их объективными. Не так давно мы снимали сюжет о том, как можно получить земельный участок через аукцион напрямую от государства. Годом ранее мы снимали, как частники покупают земельные участки в различных СНТ и сами начинают строить дома на перепродажу. Для них это первый опыт. Мы снимали видео с прорабом, который рассказывает, как он регулярно объезжает все объекты и строит дом непосредственно под заказчика. А сегодня мы познакомимся с человеком, который нам расскажет интересную историю. Присаживайтесь поудобнее, сегодня будет что посмотреть. Мы находимся в очень интересном месте, чуть позже обо всем по порядку вам расскажем. Кстати, 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 по ссылочке в описании в первом закрепленном комментарии я оставляю активную ссылку на телеграм-канала, где буквально недавно вышел сюжет, эксклюзивный ролик, так сказать, 13 минут, как я пытаюсь отбиться от запрета на регистрационные действия на моем автомобиле, о котором я узнал в комментариях от вас. Позвонил своему другу и спрашиваю, что будет дальше, как быть. Он говорит, о-о-о, готовь свою камеру и готовься снимать сюжет. Наложила запрет на регистрационные действия. Короче, вот это я понимаю, вот это я люблю. Интересный ролик получился и в телеграм-канал я буду стараться делать небольшие видеосюжеты, для того, чтобы вам было на что подписываться и чтобы посмотреть, например, за обедом. 8, 10, короткие ролики, но интересные. Поэтому ссылочка ждет вас в описании. Более, мы не болтаем лишнего, а начинаем прямо сейчас. Пойдемте познакомимся с человеком и начнем наш выпуск. Приятного просмотра. Знакомьтесь, Михаил, 36 лет, главный герой нашего выпуска, который сегодня нам будет рассказывать истории жизни строительства. Миш, в первую очередь расскажи, пожалуйста, где мы находимся, как называется поселок, направление, сколько здесь километров Домкад, чтобы людям было в целом понятно, куда мы сегодня приехали. Находимся мы в коттеджном поселке Лесницыно. Это 55 километров, условно, от дома Домкада по Новорежскому шоссе. Ехать, ну, примерно минут, наверное, 40, если уж так брать, с запасом 45. Поселок находится недалеко от природной зоны охраняемой. Тут есть Торснийское озеро, тоже как природный ресурс охраняемый. Вокруг нас, получается, идут частные строительства, частные дома, дачи. Как хотите, я вам показываю общий вид скоптера. Место реально привлекательное, ну, на самом деле. Вот именно для домов и дач. Внимание, ребята, вот здесь делаю первую деталь. В предыдущем выпуске, когда мы ездили по этому же направлению, но 120 км от Москвы, там тоже тишина, спокойствие. Но многие написали, во, 120 км на дачу ехали, сколько времени уйдет? Надо поближе, вот, 55 км от МКАД. Если бы я жил по этому направлению, на таком же расстоянии от МКАДа, как я живу у себя в Царицыно, от дома до дачи, или там дома до загородного, у меня бы времени уходило примерно 45-60 минут. А дальше моделируйте каждый под себя, потому что, ну, смотрите, где вы живете. Это первый момент. Второй момент. У нас земельный участок, площадь 16 соток. Расскажи, в каком году ты его покупал, зачем и самое главное, почем? Покупали мы 2,5 года назад с женой, соответственно, это больше была, наверное, покупка для себя, потому что мы долго искали участки, также катались по всем поселкам, смотрели. Ну, в итоге жена сказала, что ей тут нравится, и решили брать. То есть, изначально мы планировали построить дом, баню, ну, как обычно бывает, где можно жить, и строить уже основной дом. 16 соток по какой цене вы купили? 1,6 миллиона. То есть, вы покупали у кого-то участника, правильно ли, у кого? Ну, по сути, мы покупали у своего же соседа в коттеджном поселке, который уже купил участок и хотел здесь сделать сад. А, то есть, вот, как кто-то из них? Да, да, да. Ага, интересный момент. Для вашего понимания, этот поселок, скажем так, средний класс и выше, потому что на въезде дома есть очень дорогие, но не сверхдорогие, потому что есть отдельные направления типа Рублевка и подобные, всякие там Агаларов поселки, да? Да, Миллениум, да. Короче, там, где все это сверхдорого. Здесь же это условно еще более-менее доступно, но внимание, понятное дело, что человек зарплаты там 30-50 тысяч, дачку здесь себе построить не сможет, цены космические. Смотри, вот на сегодняшний день, если покупать подобный участок здесь, сколько он стоит? Вот в 16-сот? Ну, наверное, трех миллионов уже будет он стоить, 3-3,5. А дальше уже как договоритесь. Сзади нас стоит дом, одноэтажный, площадь у него 120 квадратов. Вот здесь у меня просто самый интересный вопрос. Изначально, когда вы его строили с супругой, он подразумевался как баня-гостевой дом. Да. Вот мне интересно, Миш, вот расскажи, пожалуйста, это сколько раз должны приезжать друзья в каком объеме, чтобы под друзей аж отдельно дом строить, где им можно будет переночевать? Тут такой момент, что изначально мы, конечно, смотрели на то, что здесь постоянно проживать, прежде чем основной дом построить. И хотелось побольше площади. А так как к этому еще могут приезжать друзья, знакомые, родители, решили, что даже если кто-то будет приезжать, пускай это будет целый отдельный дом с кухней, с гостиной, где им будет комфортно находиться отдельно друг от друга, условно. Короче, прикольно, да? Вот на самом деле многие так строят там дачка-гостевой дом, но на самом деле, когда начинаешь все считать и понимаешь, что сколько стоит, думаешь, неплохо, неплохо. Ну что, давайте послушаем, из чего построен дом и сколько денег вложено вот в этот земельный участок. А все те, кто подписан на канал, я думаю, помнят, что в прошлом году мы снимали отдельный сюжет с Александром Дубовенко. Это основатель компании Goodwood. Мы снимали с ним полноценный ролик про строительство загородных домов из клееного бруса. Так вот, хочу вам напомнить, что Александр последние несколько лет активно ведет свой канал, и он заметно вырос с точки зрения создания нового контента. У него появились новости про малоэтажное строительство, где он детально рассказывает, как меняются цены, что на это влияет, что будет дальше. Интересно посмотреть, потому что все это кратко, жадко по существу, то, что вы любите. Более того, у него есть интересные рубрики на канале, где он приходит в гости к людям, которые уже построили дом, и слушает их мнения, они рассказывают про минусы спустя годы жизни в этом доме. Так называемая рубрика «Свой дом без ошибок». Более того, вы найдете огромное количество полезных сюжетов, как построить свой дом из дерева или камня с нуля, какими материалами точно пользоваться не нужно, где можно сэкономить без потери качества. Короче, в этих роликах Александр делится своим опытом. Вот просматривая такие сюжеты, такие каналы, слушая авторов, вы получаете в первую очередь их колоссальный опыт, который они нарабатывали годами на практике. А вы получаете все это, сидя дома, попивая чашечку чая или кофе, и абсолютно бесплатно. Да и в целом, человеку с таким опытом всегда есть вам, что рассказать интересного, как устроен вообще в целом строительный бизнес в России, какие самые частые ошибки люди совершают при выборе земельного участка. Ведь дом начинается в первую очередь с земельного участка. Как можно запросто вляпаться, совершив первый шаг? Вот все вы узнаете непосредственно от него. За годы работы у Александра появился богатый круг общения. И на канале он записывает интервью со строителями, с архитекторами, с дизайнерами, с бизнесменами, со всеми теми людьми, от кого действительно полезно получить жизненный опыт. Поймите, подписаться это всего лишь 5 секунд. Ссылочка в описании и в первом закрепленном комментарии на канал Александра уже ждет вас. Подписывайтесь и смотрите полезную информацию. Площадь дома у нас 120 квадратов. Стоит он на свайно-винтовом фундаменте. 108 сваи винтовые, по ГОСТу которые 3 метра. Соответственно над уровнем земли они примерно торчат где-то 50 сантиметров. 40-50. Каркасник из строганной доски. Внешне у нас утепление 200 получается. Пенополиуретаном утепляли немецкой, ой, ну да, немецкой американской фирмой, которая тогда еще была доступна у нас напылением. Соответственно кровля у нас мягкая. Также 200-ка стропила стоит. Единственный, наверное, минус, который мы допустили, когда это все дело утепляли, мы сделали перегородки и тоже пенополиуретаном утеплили. Это, конечно, большой минус. Я никому не советую это делать. А минус в чем? Звук хорошо пропускает. То есть утепление присутствует, а звук прям хорошо. В итоге нам пришлось это снимать. Все деньги, которые мы потратили, это потеряли по сути. И делали обычным роквеллом. Либо шума нету, можно сделать. Цена ошибки? Примерно 40 с небольшим тысяч. Ну еще относительно недорого. Далее, по коммуникациям. На этом участке газ, вода, свет, что есть? Здесь есть все. То есть изначально подходило электричество 15 киловатт. Мы его расширили до 35, получили технические условия. К дому проводов у нас никаких не идет. По воздуху у нас все в земле зарыто. Примерно где-то на метр сорок мы зарывали кабель, чтобы если даже кто-то будет лопаткой ковыряться, не наткнулся на него. Также здесь сделана скважина, 128 метров. Ну, как такая называемая, артезианская. Многие здесь бурят в поселке на песок, но сомнительное мероприятие. Поэтому решили перестраховаться. Там тоже есть свои минусы, потому что и сероводородом пахнет, и железа много. Это надо и химводоочистку ставить. Также присутствует септик стандартный. Вообще он рассчитан был изначально на 3+, но мы решили также перестраховаться. Сделали 5+, септик, чтобы меньше было отложений и меньше надо было его использовать в будущем. Газа нету. Вообще в поселке газа нет? Короче, когда покупали здесь участки, всех обещали, что будет чуть ли не по границе. По итогу есть инициативная группа, которая сейчас борется за вот этот газ. Но, честно, маловероятно. Мне кажется, это такая история из области фантастики. Но, опять же, если брать газ, то мы пошли немножко по другому пути. Мы поставили солнечные панели, полностью комплекс. Энергоэффективности, вне зависимости от внешних энергосетей. У нас примерно солнечные панели выдают 6 кВт в пике. Но, опять же, у нас панели только 10, они по 540 Вт. Это 5,5 кВт, если округлять. То есть, рабочее, наверное, напряжение – это 5 кВт. Со всеми потерями и всем остальным. В принципе, хватает за глаза. То есть, опыт полугода именно на этом доме показал, что работают хорошо. Электричество практически мы не оплачиваем энергоресурсом. А на других, допустим, объектах показалось, что даже зимой можно полностью работать от солнечных панелей. Есть свои минусы. Такие, как зима, снег и что необходимо чистить. Таким образом, что я услышал для себя. Поселок-то не из дешевых. Вот это вот. Газ будет у всех по границе. И все, как мы любим. Хренушки вам, а не газ. Правильно? Да. И сейчас тишина, какая-то инициативная группа бегает. Но, как показывает практика, ребята, когда в поселке больше 10-20 человек и далее, всегда найдутся те, кто скажет, а мне, например, этот газ уже не нужен. Объясню. Мы снимали сюжет. У человека также каркасник. Даже площадь, мне кажется, больше, чем у тебя. Там около 150. Он же там, правда, один. Но он на электричество, на отопление тратит вообще копейки. То есть у него в пике зимой там 4700 уходит за все. Но он один, подчеркиваю, в доме живет. У него умный дом. Если он не находится на втором этаже, он не прогревается. То бишь, с точки зрения финансов, газ, как отопление, далеко не каждому нужно. Опять же, если вспомнить, да, что газ по границе, это еще плюс полтора миллиона, чтобы все у тебя оказалось в доме, купить все оборудование, все это заработало. Это большой вопрос. Еще момент. Вот поселок. Кто чистит снег? Сколько стоят какие-то сборы? Есть такая услуга? Да, здесь инициативная группа. Есть пару людей, кто занимается непосредственно поселком. Но все гораздо проще. Сейчас есть чаты, куда добавляются все собственники. И люди условно пишут, что нам необходимо почистить снег. Мы либо формируем бюджет на зиму, либо условно они говорят, что за зиму было потрачено столько-то. И все, кто сколько возможно скидывает денег. То есть кто-то платит, а все остальные скидывают. Да, кидывают, да. Так же вот у нас, допустим, в поселке сделали площадку детскую. То есть ее сначала сделали, а потом люди сказали, что вот мы сделали площадку, если кто там может помочь на будущее развитие, скиньте денег. То есть это частник, кто-то сделал детскую площадку за свой счет. Да. А уже потом говорят, ребят, хотите скинуться, давайте, не хотите, спрашивайте. Они сказали, блин, ребята, вот это, знаете, это замечательный сосед, который живет и строит инфраструктуру вокруг себя. Тук-тук, это я. Вы поняли или не поняли? Кто-то из жильцов поселка за свой счет всю зиму чистит дорогу, за свой счет делает детскую площадку, а потом говорит, ребята, если есть желание, скиньтесь. Нет желания, ни с кого денег просить не буду. От себя лично, этому человеку или группе лиц, если их несколько, я говорю огромное спасибо. Приятно знать, что есть такие люди, которые готовы создавать вокруг себя чистоту и благоустройство. Спасибо вам большое. Как таковой управляющей компании у вас нету? По сути нет. Это сейчас на стадии банкротства управляющей компании, и неизвестно, чем закончится. То есть целевые взносы перестали все платить. Ну, условно, опять же, все договорились. Потому что все целевые взносы, либо они куда-то уходят на погашение долгов, УТСН, либо еще куда-то. Короче, а стандартная история для подобных поселков? Вот все время хочу записать отдельный бложек, посидеть и спокойно рассказать, что остается за кадром, потому что по многим местам приезжаем, и люди начинают рассказывать то, что, как говорится, не для эфира, но хотелось бы пересказать из серии, не называть имен, но рассказать, что бывает на самом деле в подобных поселках. Слушай, много вопросов по дому, давайте по-живому пойдем. Вот рассказ, смотри, ты говоришь то, что в нем можно жить и зимой. Я отчасти иногда скептически отношусь к подобным домам. Почему? Ну, вот я смотрю, какие у тебя окна панорамные. Визуально это, конечно же, круто. Так вот подумаешь, нифига себе. Но когда на улице минус 25-30, и дует ветрище, и этот весь ветрище попадает на окна, то бишь, ну, все равно пропускаемость большая, в доме, мне кажется, станет холодно. Да, такой момент, окна мы специально выбирали с 70-м профилем, чтобы были энергосберегающие стеклопакеты. Ну, опять же, это условно тепло внутри отталкивается, а снаружи оно старается не поступать. Вот, что касается утепления, то есть мы специально выбрали пенополиуретан для дома. Не каменную вату, не стекловату, как обычно это делают, а именно, чтобы закрыть все мостики холода. Опять же, у этого способа тоже есть свои минусы, потому что дом становится термосом. Это, как говорят, хорошо для него делать вентиляцию. Но, опять же, вентиляцию делать на двенитажном доме при условии, что в каждой комнате есть окно, ну, смысла никакого нет. По сути, выкинутые деньги получаются. То есть, если полностью дом закрыть, он постоит два дня, там начнется перст и воздух образовываться. Вот, это жестко. Это надо постоянно, короче, здесь, по сути, находиться, чтобы регулярно давать ему проветриваться, подышать, с этими словами. А если вы не будете этого делать, ну, допустим, нифига себе, а если ты уедешь, закроешь дом на месяц? Ну, можно предусмотреть умную вытяжку поставить. А почему не предусмотрел? Пока, скажем так, не до конца доделана сауна и санузел, поэтому неизвестно, где будет находиться. Ребята, как минимум, ставьте сразу лайк за честность и открытость, потому что иной раз люди думают то, что ой, все там скрывают, только хвалят. Ну, по-честному рассказываем, пойдем ближе. Тут вы можете моделировать все под себя, что вы себе сделали другую лестницу, красивую. По сути, вот такое решение, это отличный вариант для тех, кто хочет дом-дачу здесь и сейчас, а строить не хочет. А люди делятся на категории. Сколько раз я не читаю комментарии, всегда есть те, кто скажут, надо строить самому, надо покупать готовое. Третий говорит, вообще ничего не надо, живите в квартирах, и все будет шикарно. Сколько вот это вот, такое стекление обходит? Да, это дорого, я просто знаю, что это дорого по-любому. По цене у нас обошелся весь дом в 480 тысяч. Это только стекление? Только стекление. Короче, всем тем, кому интересно, давайте сразу пробежимся по цифрам. 1 600 000 земельный участок плюс, сколько ты вложил полностью подключен? Дом полностью подключен, условно 8 200 получается. Это все то, что мы сейчас с тобой увидим, правильно? Да. Значит, считаем, считаем, ребята, 1 600 000 плюс 8 200. 9 800 000, еще какие-то сопутствующие расходы были? Да, у нас много денег ушло на выравнивание участка, то есть мы поднимали его примерно на 50 сантиметров. Сколько денег? Это 300 с небольшим тысяч ушло. 350 тысяч, я считаю. Да, ну и мелкие расходы там, ну пускай до 100 тысяч будут. Давай лучше до 350, потому что, как правило, бывают такие расходы из серии, когда ложился, что-то где-то не досчитал, какая-то справка, еще что-то, ну то же самое, электричество, может, где-то рыли. Округлим так по максимуму, что 10 500, ровно все то, что вы сейчас видите, и это 55 км от Москвы. Да. Ну что, хотите посмотреть, как это все дело выглядит внутри? Пойдемте. Итак, мы с вами залетаем в дом, он одноэтажный, и сейчас я вам проведу живую экскурсию. Первым делом обращаю ваше внимание, что это выход на веранду, это не основной вход. На полу у нас лежит ламинат, и весь дом сделан с подогревом теплых полов. Показываю вам высоту потолков. Воздуха здесь более чем достаточно. Вот сюда предусмотрена кухня. Ребята ее уже заказали без техники, то есть кухня, в принципе, готова, остается только выбрать цвет фасадов. Все. Ну пространства здесь действительно хватает, посмотрите сами. И, собственно, вот с этой стороны, пожалуйста, меняемся, меняемся, Виталий, меняемся. Под кондиционер все выводы, телевизор, розетки, в общем, все то, что нужно, все сделано. Мы идем с вами дальше. У нас получается большой такой проход, и первая дверь, которая нас встречает, это выход на улицу. То есть это основной главный вход. Ты зашел, здесь у тебя стоит шкафчик, еще что-то. Ну моделируйте под себя, рисуйте, представляете, это ваш потенциально дом. Можно там думать, как бы, что вы сделали. Вот такой выход. Есть еще одна дверь. Эта дверь специально сделана, для того, чтобы попасть в котельную, но мы сейчас вам ее покажем по-живому. Изначально ребята предполагали, что здесь у них будет баня. Дом-баня. Также выведена вода, можно было поставить дополнительную, что хочешь. Хочешь себе душ, хочешь себе купель, что хочешь. Ну и здесь такая парная. Парная, в принципе, большая. И вот плюс каркасника, и плюс в целом частного дома, что не нужна тебе баня, пожалуйста, долби окно, у тебя здесь будет пространство, можно сделать, как рабочий кабинет. Расставил стеллажи, ты пришел, у тебя все. Полноценное рабочее пространство. Тоже хорошо. Таким образом, ты получаешь зал с кухней большой, раз, рабочий кабинет, и дальше тебя ждут спальные зоны. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Но сперва залетаем как раз в котельную. Миша, ты расскажи, пожалуйста, ты говоришь, у тебя крутая котельная, у тебя дом независимый, автономный, ты не зависишь от соседей. Если вдруг перестало поступать электричество по сетям, ты кайфуешь дальше. Рассказывай. Так, мы начнем с того, что нас обогревает и делает горячую воду. То есть, у нас стоит теплонасос здесь. Он полностью делает отопление, нагревает воду в санузлы. 35 кВт у нас приходит на щиток, как это обычно в квартирах делают, в любых домах, как это все выглядит. И у нас стоит инвертор с солнечной панелей. То есть, вот сейчас видно, что дом питается условно от аккумуляторов, либо с солнечных панелей приходит электричество. То есть, он на сети вообще не берет. У нас это заведено на одну фазу. Соответственно, плита, мы сюда не учитываем плиту, если будет стоять электрическая, потому что она потребляет много, и пока еще до конца мы не поняли, насколько это эффективно, чтобы так использовать. Свет, розетки, все, котел также питается с солнечных панелей. Ну, как люблю показывать, если кто-то приезжает, можно выключить электричество, в принципе, как будто у нас пропало в поселке. И он автоматом сразу подрубает, и, грубо говоря, все работает. Короче, если компьютер бы сейчас был включен, он продолжил бы работать. Да, но у нас котел продолжил работать. Вопрос, вопрос, вот важный. Ты говоришь, что он накапливает электроэнергию, сколько можно просидеть, когда вот пропало электричество? Если условно не включать чайник и плиту постоянно, то где-то 2-3 дня можно спокойно просидеть. Ага. А если использовать плиту для приготовления пищи? Все будет зависеть, насколько киловатт она будет потреблять. То есть, это надо провести. 2 киловатта? Если 2 киловатта, ну, я думаю, полтора дня можно просидеть. Но это если постоянно готовить, или как? Ну, как, три раза в день. Три раза в день. Короче, друзья, здесь делайте выводы, потому что такие системы, на самом деле, они облегчают нашу жизнь, и во многих поселках это стандартная история. Сколько бы дома не стоили, сколько бы земля не стоила, электричество пропадает раз через раз, особенно зимой. Но зимой это самое страшное, правильно? Если, например, отрубят его 2 дня, проживем, если мы не будем ничего готовить на отопление, не замерзнем? 2 дня без проблем проживем. Но, опять же, надо понимать, что есть сейчас, допустим, та же техника, которая есть инверторная плита. Есть СВЧ-печи, которые потребляют там не по 900 ватт, а по 300, по 400. То есть, все зависит от человека. Если он себе предусмотрит какую-нибудь технику, которую поставят здесь, для того, чтобы сберегать электроэнергию, то без проблем можно и больше, мне кажется, прожить. Мы сделаем акцент, в первую очередь, на том, что это как запасной вариант, автономный, а не серии, что ты живешь, чисто зарядился, короче, солнечной энергией, а дальше расходуешь, как бы... Расскажи историю, как часто здесь пропадает свет? По выходным постоянно, потому что, ну, как все любят, сопли вешать на провода, чтобы где-то что-то заварить, еще там спаять, неважно. Бывает, кто-то что-то подключает и врубает под станцию, всякое бывает. Опять же, тут это у нас 35 киловатт, есть дома у кого по 50 киловатт подключено, и люди бывают просто, ну, сами того не знаю, могут обрушить аккумулятор. На данный момент время 11.44, вот, например, вот эта комната, она находится с торца, здесь тенек, здесь прохладно, но после обеда здесь будет солнышко, потолки везде высокие, под кондиционер также все выведено, пожалуйста, заноси кровать, ставь, ложись, отдыхаем. А есть вторая комната, вот она находится с другого, получается, торца, как бы с конца дома, и здесь, сейчас как раз солнышко, в первой половине дня, то есть ты просыпаешься, вот с этими шикарными лучиками солнца, особенно зимой, это хорошо, когда проснулся и солнце. И вот тут, ребята, посмотрите, я вам показываю, открываешь окно, и ты реально в деревне, сделаем тишину, молчим, все молчим. вот они там, слышно, да? Короче, вот эти земельные участки изначально должны были кому-то там перепадать на право первичной очереди, сейчас все это притормозили, и в ближайшее время, говорят, здесь строить вообще ничего не должны, и, соответственно, продавать, покупать их тоже не должны. В дальнейшем вполне возможно, что все это дело распилят, попилят, но смысл в том, что здесь и сейчас проснулся, свежий воздух, тишина, красота. Ну и, конечно же, я вам не показал санузел, основной, туалет, душевая кабина, раковина, пользуйся на здоровье, наслаждайся. Есть, конечно, в своем доме, в каркасном, свои минусы, о которых, ну, невозможно искать. Вот, например, человек отмечает, ну, утрасохлась дверь, то есть она не закрывается, ну, надо доработать. Соответственно, сегодня заметил, будет править. Ну, это каркасник, ребята, не хотите, строите себе из камня, а из камня отдельная история. Сегодня мы говорим про каркас. Этот дом вы построили в реале за два с половиной месяца. Да. Ну, это быстро. Вы геодезию здесь на участке делали, прежде, чем начинать? То бишь, все вот эти основные шаги вы соблюли? Да, и, получается, мы за счет геодезии поднимали участок, потому что показали, что он немножко болотистый, и мы его за счет немножко осушили дренажом и подняли по сути. Вот, друзья, это внимание, это очень важно. Но меня очень сильно смущает один вопрос, и я уверен, что по поводу этого вопроса тебя будут клевать. Тебя будут клевать в комментариях. Это вентиляция. Как? Дом деревянный, каркасник, без вентиляции? Ну, это... Дом одноэтажный. Опять же, тут целесообразность. Я всегда всем говорю, что люди жили 70 лет с одним проводом на всю квартиру, и никто не заморачивался. То есть, в последнее время начали щитки собирать, распределять нагрузки и так далее. Вот. Также с вентиляцией. Условно, дом не нуждается прямо в основной вентиляции. Это можно проветрить, открыв окно. Вот. Вытяжка, да, безусловно, нужна, особенно в санузлах, в мокрых помещениях. Без этого никуда. Я думаю, что это в процессе решится вопрос. То есть, мы сделаем ее, чтобы можно было полноценно пользоваться. А с вентиляцией, ну, это, наверное, на вкус, как говорят. Ну, здесь, знаешь, спорная ситуация, потому что люди сейчас расскажут, да, одним проводом, а сколько домов погорело? Раньше-то не было интернета. Через день, условно, дома, может, горели. Поэтому, друзья, здесь все вопросы к Михаилу. Пишите ваше мнение. Наша задача по-живому показать вам, рассказать, что есть. На первый взгляд, когда заходишь, понятное дело, дом свежий, да, как мы вам показали. Приятный запах, вот, как раз для всех любителей вот этого из дерева. Вот ты здесь как раз можешь кайфануть, поставить себе столики, сидеть, пить чай на травах, особенно после бани, так вообще красота. Но дальше начинается развязочка нашей истории. И сейчас будет интересный нюанс. Пойдемте, пойдемте к одному местечку, я вам его покажу. Можете сами оценить, масштаб территории. Некоторые покупают земельные участки семь соток, семь, с учетом того, что построить дом, еще и чтобы на улице можно было чем-то заниматься. Сложно представить. Значит, смотрите, друзья, домик стоит, здесь должны быть ворота, а на воротах висит баннер, продается. Миш, строил для себя, с женой, долго выбирал. Вот эта история интересная, жизненная, я их называю жизненными. Построили за два с половиной месяца, вложили денег, под ключ все, что мы видим, посчитали примерно десять с половиной лямов, и теперь вот он висит, продается. Как, почему, зачем? Так получилось, что нашли лучший участок в этом же поселке. Здесь же? Да. И, соответственно, приобрели его, у нас часть участка, получается, попадает под лес, а часть участка как раз-таки открытая для посадок, условно, той же жены, которая любит помидорки, огурцы и все остальное. И почем вы хотите продать его? Дом за двенадцать с половиной с участком продаем. Двенадцать с половиной, то есть, грубо говоря, ну, не грубо, а точно, примерно два миллиона с копеечкой чистую прибыль хотите получить. Да, но опять же, это все обговаривается. Друзья, где вы еще такое видите, чтобы вам по-живому рассказали, что вложили, сколько, сколько хотят заработать. Я, например, сколько YouTube смотрю, не встречал таких роликов. Постоянно все как-то пытаются спрятать, ой, реклама дома. Ну, пожалуйста, люди рассказывают, чем они занимаются. Сейчас мы даем до следующего еще объекта. Это интересно. Народ приезжает. Как давно вообще выставили его в продажу? Стоит он уже, наверное, с февраля, ну, с конца. Вот. И народ стабильно два-три человека по выходным приезжает, смотрит. Что не нравится? Что говорят? Вот приехал человек, какие они отмечают замечания? Почему не берут? Торгуются или что? Дорого? Многие сомневаются по поводу каркасников. Кто-то сомневается по поводу места расположения. Кого-то смущает то, что участок большой и лысый условно. То есть люди все разные, у всех свои. Кто-то, кому-то не нравится, что дом стоит условно в левом углу. Кому-то надо, чтобы он по диагонали стоял, как строил один знаменитый человек. Ага. А кто-то, ты говорила, что приехал человек, ему не понравилось то, что терраса в тени. Да, есть такие люди, тоже приезжают и говорят, о, если бы терраса была бы на солнце, на южную часть, тогда бы, да, мы бы тогда взяли, нам это больше нравится. О, видишь, смотри, просто из-за террасы. Это вот на самом деле тонкости. Когда доходят до дорогих покупок, как правило, люди по-разному бывают придирчивые, но как показывает практика, чуть подешевле, что ты начинаешь продавать, да, из говная палок. Вот ты же с этой историей сталкивался. Расскажи, когда все дешево и отбой от клиентов нет. Ну, на самом деле, все гораздо проще. Прежде чем продавать дома, поездили по, условно, конкурентам в округе, посмотрели, кто что продает, из чего строят. Ну, как, более тем лучше, там же больше маржинальность, наверное, беспокоит людей. Вот. И дома строят, стоят примерно, ну, плюс-минус так же, там, ну, может быть, минус миллион. Вот. И улетают быстро. То есть, я не знаю, что людей привлекает. Может быть, как он покрашен, как выглядит. Все может быть. Мы просто, опять же, дом не красили, потому что на вкус и цвет. То есть, хочется современный стиль, вот как барнхаусы сделаны, еще что-то покрасить. Ну, я думаю, что если условно не продастся в ближайшее время, то мы к этому и придем. Шикарно, что у нас есть рендеры этого же дома, но уже с благоустройством, с озеленением и дом покрашен. Посмотрите, совсем другая история. Но эта другая история стоит денег. Соответственно, если Михаил вложится, конечно же, люди будут приезжать и говорить, вау, круто, я хочу. Но при этом цена дома сразу вырастет. И вопрос, захочет ли человек платить сразу за все готовое? Вот это, ребята, действительно большой вопрос. А еще посмотрите кадры зимой. Ну, представьте, печечка в доме, допустим, стоит, костерочек горит. После баньки вышел, сидишь возле камина, чай попиваешь. Ну, сказка. Сказка. Автомобиль рабочий, внимание, Миша говорит, это моя рабочая лошадка. Audi A7 2012 года. Он единственный владелец. Да. Пробег на сегодняшний день 160 тысяч, 3 литра дизель, практически максимальная комплектация. Да. А ты не помнишь, за сколько в 2012 году такая ласточка эта стоила? Порядка трех, наверное. 3 миллиона. Да. Ребята, 3 миллиона кватро. Вот такая малышка, вот на самом деле, на сегодняшний день смотришь на нее, она и сегодня актуальна, вот сбоку, задняя часть, по интерьеру. Ну, машина симпатичная, как бы, я бы не отказался бы сам такую заиметь сегодня. 3 миллиона. За 3 миллиона сегодня можно купить Крету в максималке с полным приводом. Ну, примерно. Будешь брать? Нет. А еще у тебя есть рейндж-ровер. Да. Я к чему это веду? Не к тому, чтобы поковыряться в твоем кармане, а к тому, чтобы просто понять, чем ты занимаешься, какая твоя основная деятельность, на чем зарабатываешь деньги. Основная деятельность это стройка, то есть мы выполняем подрядные работы, люди у нас заказывают строительство домов, ремонт квартир, какие-то, мелкоэтажное строительство раньше было. Периодически участвуем в тендерах. Ну, в основном подряд. Сколько вы лет этим занимаетесь? Почти 19. Вот смотрите, получается, ты начал этим заниматься еще лет в 17-18? Да, начинал. Папа тебя привел в этот бизнес? Почти. Брат. Брат родной, то есть подтянул, и сейчас вы с братом вместе? Нет. Уже все? Тут получается то, что он условно в стройке крутился, и я ездил, смотрел, как стройка образуется, что мы сделали первые бригады, которые у нас занимаются строительством. Получается, что мы нашли первый подряд это протяжка слаботочных систем в подъездах, где мы частично сами работали. Вот. И это условно первая работа наша была. Я к тому, что мне же делал просто акцент на это. Люди же, как всегда думают, особенно те, кто пишет комментарии, они ни во что не верят. Они сейчас скажут, что ты подставной, что ты заказной, что нифига, ты ничего денег не зарабатывал, вот брат тебе дал деньги, и все. Как бы ты прокомментировал сразу всю ситуацию, а то видишь, как у нас покупали себе с женой, в итоге на продажу там еще 4 дома строятся, дальше есть еще земельное участок, которое вы себе хотите оставить, на нем построиться. Все гораздо проще, прежде чем прийти в стройку, опять же, денег ни на что не было, там надо было инструмент закупать, какие-то расходники, еще что-то. Вообще, по образованию я юрист, то есть юрист-международник, гражданско-правовая специализация, и первые 3 года, условно, когда я совмещал и стройку, и профессию, я работал юристом. То есть буквально лет, через, ну, года через 4, наверное, 5, я уже ушел в стройку. То есть я когда понял, что мне это приносит хотя бы те же деньги, которые я зарабатываю в распроденции, я решил, что уйти оттуда. Ну вот на сегодняшний день, с точки зрения строительства, вот вообще такого бизнеса, подряды, ремонты, стройка под ключ, стройка построил и на перепродажу. Прибыльно это дело или сегодня так себе? Все зависит от, мне кажется, бригад, как выполняется работа, потому что даже в кризис, когда была пандемия, мы тоже без работы не сидели. То есть люди так же звонили, заказывали, пускай это были не такие крупные заказы, как строительство дома, но какие-то мелкие подряды, условно, ландшафтный дизайн, что-то где-то переложить, камень, еще что-то такое было, то есть какая-то копейка была. А на сегодняшний день, вот смотри, сейчас уже практически середина августа, вот сезон строительный, можно сказать, там сейчас в самом пике находится, сейчас август, сентябрь, ну октябрь и условно конец. Что скажешь по этому сезону? У нас в строительстве четыре дома крупных, больших, квартиры я не знаю, честно даже сколько, ну наверное около десятка, которые ремонтируются. Я уже не беру мелкие работы, из-за разряда где-то что-то посадить, где-то деревья, где-то выкопать канаву, сделать дренажи и прочее. Короче, при этом, да, я хочу просто акцент сделать для многих, чтобы понимали, что все в ваших руках. Вы, подряд, это как? Мне что-то нужно, ты приходишь, говоришь, мы тебе это сделаем, но делать это не конкретно вы, а вы нанимаете людей, то есть сопровождаете весь процесс, правильно? И на этом зарабатываете, верно? Только мы не нанимаем, то есть у меня основная задача, это то, чтобы сохранить весь состав, который у меня был, потому что некоторые рабочие у меня работают по 15, по 13 лет уже, которого я знаю. Так же, как и заказчики, многие заказчики, кто возвращаются, я их уже знаю больше 15 лет. Поэтому тут момент именно сарафанного радио. Если хорошо сделал работу, то в любом случае к тебе кто-то придет после нее. Короче, друзья, вот так вот. Не надо наговаривать на всех, что все плохие, встаем с диванчика и идем заниматься. Вот пойдем на другой твой объект, покажешь, что вы там строите. Хорошо, ключики возьму. А еще Миша рассказал интересную историю. В 2014 и 2017 году он и его компания вели строительство, внимание, в Испании. И вот там они нанимали на стройку местных строителей, испанцев. И он говорит, это, конечно, очень интересно и наблюдательно, как они работают. Вот в 12 часов, допустим, должен быть перерыв. Вот стоит человек с перфоратором, 12 часов пробивает, он говорит, просто его отпускает, перфоратор падает, а тот идет пить кофе. Ну, примерно так. Соответственно, рабочий день кончился, никто ни на минуту не задерживается, сразу все идут домой. На рабочий день к 8 утра условно опаздывают, там это допустимо, нормально. Поэтому разница, как работают там и у нас, налицо. 12 часов пробило, вышел выпуск на канале в четверг. Вот обязательно посмотрите, если вы его пропустили, там про ОСАГО, тема очень полезная, как всех вообще по нашей стороне страховщики разводят, пользуясь безграмотностью людей. Ребята, надо посмотреть, хотя бы как минимум даже в машине, как радио послушать. Значит, мы перешли дорогу, буквально там 2 минуты, мы находимся в таком месте. Лес здесь потрясающий, кислорода, ну, прям чувствуется, знаешь, уже я прям ощущаю, как дождь пройдет, как здесь хорошо дышится, как здесь классно спать вот в этих деревянных, каркасных домах, когда идет дождь, как здесь хорошо отдыхать, короче, здесь хорошо жить. Это вторая очередь, если не ошибаюсь, здесь вот они пока все еще строят, делают, раз, домик, но это не наш, но чей-то, он меньше, там 60 квадратов, тоже прикольно домик выглядит, и вот наши домики, еще в дополнение, они уже идут без бань, да, это уже чисто полноценные дома. Да, 3 комнаты. Вот сколько площадь каждого из них? Также 120 квадратов. 120 квадратов, у тебя, у каждого домика идет веранда, у каждого земельный участок, какая площадь? Здесь по 13 соток. Раз дом, два дом, еще где-то? Там вот у нас на, как раз таки, начальном этапе домики. О, дойдем, посмотрим на начальном этапе. Тук-тук, это снова я. Хочу обратиться ко всем тем, кто прямо норовит уже написать комментарий, ой, рыжий с лысым, впаривают дома. Ребята, домики стоят по 12-13 миллионов. К моему большому сожалению, далеко не каждый человек в нашей стране может купить такой дом, да и при этом он находится в Московской области, которая далеко не каждому нужна. А те, у кого есть такие деньги, в состоянии сами принимать решение, нужен им дом или не нужен. В любом случае, поверьте мне на слово, после просмотра этого сюжета с вашей карты не спишется ни копейки. Когда начинается строительство домов, вот вы не задумываете о том, что дом стоит вообще в тени, вот у одного вообще он в лесу стоит, то есть сырость будет идти, и как бы как жить-то? Это ладно, знаешь, там летом в жару приехал, прикольно, но после дождя здесь, наверное, не так уж и прикольно-то будет. У нас здесь дренаж сделан, в сторону, у нас еще дорожный дренаж, куда уходит вся вода лишняя, с той стороны у нас южная часть, солнышко все высушивает, поэтому в принципе пока неплохо. Это важно, друзья, тоже на всем делаю акценты, что важно, потому что дренажи, это все очень хорошо, это, во-первых, еще и не дешево, а во-вторых, это очень важная вещь, потому что если дренажа не будет, и ваш дом будет стоять в воде, вот Миша рассказывает, что они сделали геодезию, и на основании этого поднимали, да, дом вышли, фундамент лучше делали. А в противном случае, этот дом потом может просто-напросто закоситься, а это все, это потом приподнимай, короче, это геморрой, который не нужен. И ранее мы также снимали сюжеты, где люди строили дома, например, из камня, геодезию не делали, на основании этого проходит время, дом дает трещину, накодом из камня и дает трещину, это все, это кирдык. Это нужно либо прямо на первых этапах предпринимать максимальные меры, но в целом это очень плохо, это очень плохо. Казалось бы, я никогда не занимался строительством, но благодаря вам, я езжу, узнаю многие моменты и становлюсь умнее. Вот это вот. Почему не сделал отвод полноценный дальше? Потому что нету системы ливневки, мы еще не придумали, куда мы будем ставить лотки-приемники. У нас два стока только в конце дома находятся, потому что здесь еще необходима площадку под автомобиль планировать, потому что мы также сделали около площадки септик и скважина, чтобы было удобно обслуживать, и машина могла подъезжать не в конец участка, как это любят делать, а в начале, чтобы... А когда вы начали этот дом строить? Получается, что в середине января. Тоже. А почему так долго? Я говорю, тот-то уже готов вообще за два с половиной месяца, а этот? Это у нас 24 февраля началось. Ага. Потом вы какое-то время вообще, наверное, ничего не делали, выросли дико цены. Мы ждали пока хотя бы что-нибудь устаканится, цена на материал, поставки и все остальное, как это будет, потому что у нас материал закуплен, но если мы сейчас начнем делать, то есть под этот дом закуплен весь материал, его необходимо просто закончить. Ну, мы как думали, что мы условно продадим один дом и за счет этого закончим остальные. Короче, рассказываю, как есть. В силу того, что вот эти события случились, многие люди боятся сейчас что-то покупать. Да? Да. Наверняка многие боятся вкладывать деньги. И со многими, с кем я общаюсь, это риэлторы, кто квартирами занимается. У некоторых деньги есть. И они изначально, если боялись там в феврале, марте, апреле и вкидывали рубли, так как ооо, рубля больше не будет, сейчас фантики превратятся, понапокупали, в том числе машины там в три цены. Сейчас же, картина от обратного, доллар стоит 60, ничего не меняется. Цены на многие строительные материалы уже давным-давно откатились, отмечают люди, что местами стало даже дешевле, чем было когда-либо. Но при этом народ все равно как бы осторожничает. То есть нужно еще время, судя по всему, чтобы люди подуспокоились и продолжили уже свою привычную жизнь, начали что-то покупать. Тем не менее, тем не менее, мы по поселку ходим, там что-то стучит, там что-то строится, туда машина с материалами поехала. Стройка так в целом-то идет. Да, так вот дом напротив условно нас, он буквально построился месяц назад. То есть люди заказали, сделали. У нас, допустим, есть многие позиции, которые мы заказали на дом, условно их не хватает. И есть альтернативные материалы, но чтобы их совмещать, надо совсем другие технологии использовать. Поэтому мы стараемся добить тем же материалом, который у нас был, чтобы уже на новый дом то без проблем можно другой материал закупать. Жить в единении с природой, ну это потрясающе. Особенно, когда некоторые моменты можно обыгрывать. Так, например, вот дом, который стоит, на него пару раз упали деревья. Люди сделали из этого вывода. Подрубили все больные деревья, то есть это нездоровые деревья. И сделали вот такой декоративный заборчик. И говорят, а дальше, например, собственник может что угодно делать. Хочешь оставь, хочешь на дрова, что хочешь. Твое. Значит, участок у нас 13 соток. Покажи, как это выглядит, давай поменяемся с тобой местами. Для того, чтобы люди просто увидели, да, вот когда уже, пожалуйста, тебе верандочка с солнышком. Ты вышел, можешь посидеть, кофе попить. С одной стороны солнце, с другой стороны тенек. Это уже по-своему интересно. Этот участок на 3 сотки меньше, чем предыдущий. И здесь, в силу того, что вот эти дома, они уже умышленно строили исключительно для продажи, они не стали делать там совмещенный дом с баней. То есть, здесь вместо бани дополнительная комната. Как это выглядит сейчас на этапе строительства? Пойдемте, я вам покажу по-живому. Идешь? Идешь? Веди, ребят. Ребята хотят смотреть, как это все выглядит по-живому. Специально сейчас зайдем по-правильному. Вот это у нас веранда, а главный вход находится здесь. Миша мне уже все рассказал. Он прячется в тенечке, а мы заходим. Вот, ребята, на таком этапе стройка. Спрашиваю, вот если сейчас ударными темпами начать строить, через сколько дом закончите? Ну, две недели. Ну, ладно, возьмем три. Три недели, все, дом будет готов, можно продавать. Здесь предбанник. Тут нас встречает уже знакомая для нас планировка. С левой стороны кухня, с правой стороны зал, все разведено, большие окна. Спокойно мы подходим, 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 открываем и выходим на ту самую террасу. И летом вот ты вышел с чашечкой, как я говорю, двойного эспрессо или пиво холодного, или пиво холодного, и ты находишься здесь. По соседству второй дом, который тоже строится под продажу. Первая комната, как спальню можно использовать в теньке, прохладно. Тут коммуникации, точно так же. Здесь уже закуплен весь необходимый материал, в том числе световые панели. Вторая комната, санузел и третья комната. Таким образом, 120 квадратов вы получаете три спальни, комната, котельная, предбанник, санузел, зал с кухоней, терраса. И еще у вас как бы в целом все это стоит на 13 сотках. Хотите, делайте себе пристройки, строите себе гараж, погреб, бассейн, банный комплекс, что хотите. Любой каприз за ваши деньги. Вопрос, вот сколько вот это стоит? Сейчас зададим его напрямую, Миша. По первым кадрам такой очень уютный небольшой домик. У него площадь 65 квадратных метров. У Миши спрашиваю, а это что? Он говорит, а вот тоже люди продают. Я говорю, ну тоже строили на продажу, что ли? Он говорит, нет, построили изначально для себя, но живут они где-то в другом, вообще по другому направлению в Москве, и ездить им сюда неудобно. Я думаю, вот что за бред, да, представляешь, ты дом строишь, участок покупаешь, а потом ты выясняешь, что ездить тебе неудобно. Вот у меня лично в голове это не укладывается. Там ценник какой-то космический, что-то говорит, порядка 15, что ли, миллионов за 65 квадратов. За 65 квадратов. Вот ты мне скажи, вот этот дом, 120 квадратов, комната, ну мы все показали, рассказали, сколько он будет стоить? 13,5 миллионов. Вот с чего вдруг вон там у тебя участок больше, уже все готово, 12,5, еще торг есть, а здесь еще не достроил, а уже 13,5. Цена участка изначально была дороже, нежели чем там. Опять же, это его считается лесной участок и плюс расположение здесь тупиковая улица, то есть, по сути, здесь не будет проезжей части. И это свои плюсы, которые приводят в плюс миллион. Прямо живые вам минусы вот таких вот моментов, когда дом стоит вот в лесу. С одной стороны, это ведет к удрожанию, с другой стороны, вы просто в доме должны быть хозяйственником. Нужно будет вам иметь стремяночку, приехал, подсобрал все вот эти веточки, листочки, особенно осенью, когда это все будет нападать, чтобы у вас это дело не забивалось. То есть, это не та история, когда ты пришел, валяешься, ни хрена не делаешь. Можно, без проблем, можно. Это не так страшно нанять человека за 25-30 тысяч, за 40 тысяч, уж как договоритесь, который будет и за вашим участком следить, стричь его. И вот эти все вещи за вас собирать. И когда что-то где-то у вас там потекло, ну мало ли, что-то случилось, он придет вам сделать. то бишь человек, который будет помогать вам заниматься по дому. Можно сказать, а нахрен это надо? Ну когда дома люди покупают, а здесь полным-полно домов еще дороже, значительно дороже. Ну я не думаю, что проблема будет там нанять себе человек, который будет помогать сидеть за домом. Конечно, по-своему, да, прикольно, согласитесь. Да? Ты пришел сюда, сейчас у вас какой-нибудь столик, ну, да благородить вот это место, да обустроить его, чтобы можно было так красиво сесть, кайфовать. По-своему, конечно, классно. По-живому, ребята, идем смотреть скважину, потом септик. Он говорит, не открывал их зимы, надеюсь, там все хорошо, но показывает. Опачки. У нас скважинка. Ну все, смотрите, все чистенько. Бонни никакой еще даже нет, то бывает, некоторые откроешь, а там вообще мясо. Так, давай, скважина, теперь септик, септик, ребята, вот там вкуснотища. Но опять же, тут, что тут, ничего не будет, потому что канализация это никто не пользуется. Какие-нибудь воды есть только. Да по-иде ничего не должно быть, он должен быть заполнен водой и в принципе все. Ну да. Да и вода еще чистая, хоть пей. Ну да, чистенько, друзья. Все по-честному показываю. Такая с изюминкой. Обращаю ваше внимание, что следом идет еще один дом. В него мы заходить не будем, потому что он, как говорится, копирует, ставить один в один. Точно так же 13 соток и точно так же 120 квадратов планировка одинаковая. Вот хорошо, да, когда ты живешь в СНТ, где соседи адекватные, где друг друга слышат, где за каждую копейку между собой не дерутся, потому что вот, например, это вы скидывались. Да. Чтобы просто накидать. Никто вам ничего не делает. В некоторых местах по грязи будут кататься по 10 лет, а здесь вот занимаются вопросом и в дальнейшем, наверное, еще и асфальт положите. Но мы договорились, что пока идут строительные работы, мы сделаем щебень, отсыпку, а как только закончим строить тупик, то все скинутся и сделаем асфальт. Пойдемте дальше, потому что следующий участок, который нас встречает, он пустой, две бытовочки, он 26 соток, 13 плюс 13, это два участка. Чей участок? Мой. Вот. Это тот самый участок, который они с супругой решили забрать себе. А почему так? Вот скажи мне, Миш, что вам? 16 соток мало показалось? Вот в этот раз теперь аж вообще 26 соток. Нет, просто мы часть участка, у нас лес получается попадает на часть участка. Мы хотели его оставить и сделать условно там зону барбекю или что-то такого плана. А часть участка у нас голая, как раз-таки под посадочки, парники и прочую ерунду. Вот, короче, забор идет до конца, до конца и вот так вот, правильно? Да. Вот наш участок. А вот здесь уже у вас сваи, да, сделаны? Это вот сваи были сделаны, когда мы хотели еще здесь построить два дома таких же типовых. Угу. Вот, то есть сваи остались, дома пока нету. А в итоге вы какой будете дом строить, площадь какую себе? В районе 180 квадратов. Одноэтажный? Да. А почему не двух? Как-то не хочется, чтобы подниматься на второй этаж, чтобы было проще. Опять же, дети бегают, может, пожилые родители приедут, еще кто-то. Но ты будешь строить себе тоже так же каркасник или? Да, так же каркасник. Короче, видите, друзья, вот он еще акцент говорит, делаю, что не боюсь жить рядом. С людьми, кому дома тут строим, продаем, мол, если что, заходите, спрашивайте. А здесь строятся такие же, да, дома? Да, все однотипно. А почему, слушай, почему все однотипно? Почему вы не стали делать один в таком стиле, другой в таком? Планировки менять? Самый популярный проект из тех, которые брали. Ну, опять же, пандемия показала, что это самый удачный. То есть народ берет. Да. Ну, а вы где-то уже такое строили, чтобы вас покупали? Просто, знаешь, так сейчас складывается впечатление, что мы больше снимаем ролик из серии такого, что человек решил строить дома на продажу, а ни хрена сейчас никто не покупает. Что-то вы продавали уже? Подыстрый, да, есть. Пойдем, пойдем поближе. Сейчас покажем просто по-живому. Подыстрый были? Да, у нас там четыре домика стоят. Они чуть поменьше по квадратуре. И вот мы ушли на них косяки, которые мы там сделали. И здесь, скажем, это реализовали. Вот, ребята, смотрите по-живому, как это все дело выглядит внутри. Просто дерево, собственно, каркас. Дальше вот эти места утепляются. обшиваются. И все. И у вас домик. Внизу свайно-винтовой фундамент. Под ним пустота. Самое главное, чтобы там никакой воды не было и прочей ерунды. Это тоже важно. Миша говорит, у нас здесь живут зайцы. Мне сначала послышалось Зайцеву. У меня первая мысль какой-то, знаете, модельер с первого канала Зайцева, Вячеслав Зайцева. Думаю, ну, можешь какой-то известный. Он говорит, нет, нет, семья зайцев. Я говорю, каких зайцев? Он говорит, ну, зайцы. Животные. Зайцы живут. Я говорю, а, зайцы. Вопрос такой. Сейчас четверг, время 12 часов. Где строители? Почему никого нет? Сегодня у нас выходной. В четверг? Да. В четверг, пятница и суббота, воскресенье. Дальше начнется активное строительство. Ну, а вот эти дома вы когда планируете закончить? На этот дом, наверное, надо еще месяца полтора, чтобы все завершить. Потому что у нас здесь, условно, стоит все с весны. И немножко пароизоляция потрепалась, ветрозащита потрепалась. То есть, где-то что-то надо переложить, где-то что-то поменять. Сначала подумал, что конопля растет, а потом прилетелся. Нет. Миш, расскажи, почем нынче вообще вот это все строительство обходится? Что в реале происходит со стройматериалами вот от тебя на момент августа? Что-то же вы закупаете, что ты скажешь вообще? Все дорого? Все выросло в цене? Или как? Нет, металл, дерево подешевело, причем значительно подешевело, но подорожали инженерные системы, особенно если хорошие брать, особенно импортные. Они стали дороже. То есть, по сути, то на то и выходит. по стоимости дома. То есть, получается, что если дом условно даже вот построить материалы подешеве, то, конечно, он по себестоимости будет меньше, стоимость его меньше. Но если взять даже те же каменные дома, которые сейчас строят, они безумных денег стоят. Если раньше можно было за 2,5-3 миллиона построить дом примерно той же квадратуры, коробку, то сейчас они от 5-6 миллионов начинаются. На нашем участке грунт идет суглина. Вот дайте совет, Миша, что ему нужно сделать? Обратите внимание, елочка одна, зеленая стоит, а остальные, к сожалению, загибаются. Все было высажено одновременно. Вот вы просто вдумайтесь, вот это зеленое, вот это, вот это, ну вы видите, какие-то там полуживые внизу. Говорит, в июне еще они все были зеленые, а сейчас вот август, вот такая ситуация. поэтому, если вдруг кто знает, чем посыпать, присыпать, подкормить, чтобы они все ожили, напишите, конечно же, в комментариях. Итак, сюжет выдался, мне кажется, крайне уютным, интересным, по-своему полезным. Конечно, глядя на некоторые дома здесь, прямо вот погружаешься в эту атмосферу, особенно, когда думаешь, ну вот дом будет достроен, будет зеленый газончик, осень начнется, желтые листья, ты пришел, костер пожег, мясо пожарил, в баньку сходил, с детьми поиграл, друзья приехали. Ну, знаете, это беззаботная, райская, я бы назвал ее, жизнь в конце рабочей недели. Потрудился, отдохни. Когда начинаешь спрашивать цены, конечно, офигеваешь от того, что и сколько стоит. Ну, хочется задать вопрос, ну, попробуй сэкономить, построй сам. Когда начинаешь строить сами, в основном, либо не заканчивают свое строительство, либо еще и больше перепрыгивают цены, потому что там ошибка переделали, еще что-то. Короче, очень спорная история. Сам факт того, что, если посмотреть сейчас по сторонам, у всех идет какая-то движуха, домов очень много, это к вопросу о том, откуда деньги. Ну, трудятся люди, работают. Подчеркиваю, друзья, мы находимся в Московской области, подобных поселков по нашей стране, огромное количество, где-то земельные площади меньше, домики меньше, соответственно, цены на них меньше. Это все индивидуально. Но, если говорить о хорошем, неплохо иметь свое жилье, куда ты можешь приехать в конце рабочей недели, на уикенд, или на недельку, и наслаждаться жизнью. Контакты на Михаила мы оставим в описании, если кому-то интересно, там, не знаю, перенять опыт, приехать посмотреть один из домов, что-то приобрести, возможно, обратиться к ним, чтобы вам построили где-то каркасник, пожалуйста, оставляем в описании. Не забывайте, что в описании и в первом закрепленном комментарии точно так же вас ждет ссылочка на телеграм-канала, где сейчас выходят довольно-таки уютные, полезные сюжеты, интересные посты. Короче, не добавить, не убавить, теперь вас я приглашаю в комментарии, высказывайте ваше мнение конструктивно, давайте ваши советы, делитесь вашими наблюдениями. До новых встреч, всем пока-пока.